Здравствуйте, дорогие родители! Я Мария Мшарапудина, психолог Домознаний. И сегодня тема наша, когда мы помогаем нашим детям, всегда ли мы на самом деле помогаем, и как должна быть эта помощь высказана, чтобы она не мешала нашим детям. И когда наши дети что-то новое делают, нужно понимать, что происходит одновременно четыре позитивных изменений, позитивных или отрицательных, которые могут происходить. Первое – это то знание, которое получает или умение, которое осваивает. Например, он научится что-то резать. Второе – тренировка общей способности учиться. То есть формируется этот навык, что я не умел, но сейчас я учусь это делать. При этом остается эмоциональный следствие. Ребенок получает удовлетворение от того, что он не умел, но научился что-то делать. Либо разочарование, он получает уверенность в своих силах, в умении осваивать новые навыки или неуверенность. Также то, что он делает и то, как вы входите в эти отношения в этот момент, оставляет след о ваших отношениях с вашим ребенком. Зачем я говорю об этих четырех результатах учения? О том, чтобы напомнить, что часто родитель ребенку говорит, что он делает не так, и ребенок в этот момент может очень сильно разочароваться. В итоге у него, этот может сказаться на его самооценке, он может отказаться от того, чтобы делать что-то новое или отказаться от того, чтобы делать что-то новое в вашем присутствии. Он тоже может скрывать какие-то свои позитивные действия или умения для того, чтобы вы не вмешивались и не мешали ему. Если вы будете понимать, что ребенок не просто делает что-то новое, в результате формируются важные его внутренние навыки, его самооценка, его уверенность в своих силах, то это поможет очень корректно относиться к тому, что ребенок делает. И для того, чтобы понять это, я предлагаю подумать о двух процессах. Например, когда маленький ребенок учится ходить. Вы же помните, что он не сразу учится красиво ходить. Он вначале еле-еле становится на ноги, он падает сто раз, и в результате потихоньку-потихоньку он учится ходить. Точно так же все это относится и к новым навыкам, которые дети наши овладевают в каждый момент своей жизни. И если мы будем видеть тот прогресс, который ваш ребенок делает, и хвалить его за это, у него будут силы и крылья для того, чтобы браться за новые и новые задачи. Если нам хочется покритиковать, то нужно хотя бы вспомнить, что не вмешивая с дела, которое ребенок занят, если он не просит о помощи и своим невмешательством, вы как будто сообщаете ему, с тобой все в порядке, и ты справишься. Другое дело, если он попросил у вас о помощи. И если вы не можете положительно на него среагировать на то, что он делает, сказать, о, какой ты молодец, у тебя так классно получается, как здорово, что ты это делаешь. А хотите сказать, как он не умеет делать, и включить какую-то критику, то лучше не вмешиваться. И если вам реально хочется вмешаться, то нужно проявить искренний интерес. А чего ты тут делаешь? Как здорово, что ты это делаешь? А чему ты учишься? Как ты думаешь, зачем тебе это нужно? Не критикуйте и не поправляйте его. Не говорите, что… Это все равно, что маленькому ребенку показать, что смотри, как хожу я, а ты не умеешь ходить. Правда, нелепая ситуация. И еще я предлагаю вспомнить ситуацию, когда, например, когда сажают урожай. То есть сначала семена сеют, потом поливают, потом пропалывают, и только осенью возникает урожай. И это процесс созидания. И точно так же формирование навыков – это такой же процесс. И нам не приходит в голову посадить что-то и ждать урожай через неделю. Почему же мы от детей ожидаем, что они будут делать все в совершенстве? Если мы будем понимать, что несовершенство – это нормально, что что-то уметь делать, не нужно уметь делать все исключительно. И в этом несовершенстве тоже есть изюминка каждого человека. Важно создавать пространство, творчество и свободу для вашего ребенка. Если он будет понимать, что если у него что-то не получилось, его не будут за это осмеивать, его не будут ругать, что он имеет право говорить свое мнение, и это мнение будет выслушано. И только потом, может быть, внесены какие-то корректировки. И лучше даже не вносить корректировки, а задавать наводящие вопросы. Наводящие вопросы – что происходит в этот момент? Ребенок задумывается, и ответы зреют у него внутри. У него не возникает ощущения, что ему что-то навязали извне. И вот эти ответы, которые созрели у него внутри, они очень важны в жизни, и они будут путеводителем для вашего ребенка. Они будут помогать ему дальше действовать и приступать к новым задачам. Такое небольшое видео. Спасибо вам за интерес. И я думаю, что оно будет вам полезно в вашей жизни. Я надеюсь, что оно будет полезно. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!